В Доме молодежи сотрудники компании «Полиметалл» провели профориентационную встречу с родителями будущих выпускников школ совместно с представителями КНАГУ и Амурским политехническим техникумом. Более подробно смотрите далее. Сотрудники компании «Полиметалл» совместно с проректором Комсомольского на Амуре Государственного университета и директором Амурского политехнического техникума провели встречу с родителями 9, 10 и 11 классов. В начале мероприятия сотрудники предприятия рассказали, чем занимается компания, итогах работы за этот год и о планах на будущее. «Полиметалл» – один из лидеров по добыче драгоценных металлов России. Все предприятия компании работают стабильно. Продолжается реализация инвестиционных проектов. Если переходить конкретно к Амурскому гидрометаллургическому комбинату, то здесь точно так же продолжается стабильная работа. Произведено уже более 9 тонн золота. Коллектив расширяется. Продолжаем строительство второй очереди предприятия, второго гидрометаллургического цеха. Из таких крупных событий в этом году в мае был запущен участок переработки богатых гравитационных концентратов. Это дополнительные рабочие места, это такие очень серьезные компетенции наших сотрудников. Ну и вот буквально в эти дни, в декабре, завершаются пусконаладочные работы на кислородной станции. Это ключевой объект второй очереди АГМК. Запуск производства будет во второй половине 2024 года. Собственно, для реализации этого проекта не нужны люди. У нас планомерно на слайде видно, да? С 2020 года началось, даже с 2019 года начался интимный подбор персонала на АГМК. И вот порядка 50-100 человек мы ежегодно набираем. Естественно, привлекаем в первую очередь, кто-то даже не обсуждается, это жители Амурско-Амурского района. У нас доля амурчан уже доросла до 93%. Профориентационная работа компании проводится с 2018 года. Уже второй год подряд беседы ведутся не только с детьми, но и с их родителями. Для того, чтобы сами взрослые могли узнать подробнее о перспективах компании в родном городе и об учебных заведениях, в которых можно получить профильное образование. Представители компании сделали акцент на возможности заключить целевой договор с АГМК. Дети, которые поступают по целевому направлению, участвуют в отдельном конкурсе по квоте приема. Заключив договор, студент может претендовать на дополнительную стипендию от компании, помимо академической. Но самое главное, студенты обеспечены местом практики, темами курсовых работ и работы после окончания обучения. Целевые договоры мы заключаем с ребятами, с выпускниками. Стипендия у нас просто так по факту заключения целевого договора мы ее, конечно, не платим. Ребята приносят зачетки, показывают нам их, отчитываются о том, что они успешно сдали сессию. И платим мы стипендию, если средний балл по зачетке не ниже 4, средний балл это 10 тысяч, если круглые пятерки, то это 15 тысяч. Ну и плюс еще производственная практика у нас с первого курса, действительно, несмотря на то, что учебными планами она предусмотрена с третьего курса. И во время, когда студент проходит у нас производственную практику, он может пользоваться всеми теми благами, которые у нас предусмотрены для сотрудников. Востребованные на АГМК специальность можно получить и в средне-специальных заведениях, например, в Амурском политехническом техникуме. А в Комсомольском на Амуре Государственном университете готовят инженеров, энергетиков, механиков, программистов, химиков. Специальности, которые готовятся в учебных заведениях, они все востребованы. И именно востребованы на полиметалле. Почему? Потому что мы давно сотрудничаем и уже готовим на протяжении нескольких лет именно под те технологии, которые развиваются именно на этом предприятии. В этом году у нас была технология аналитического контроля, ребята учатся, а вот со следующего года мы надеемся, что мы наберем новую профессию, специальность. Это металлургическое производство. Дело в том, что когда ребята учатся на отделении подготовки специалистов среднего звена, они кроме квалификации техников получают еще и рабочую профессию. И там как раз вот опоратчик гидрометаллурга. Если молодой человек хочет развиваться, двигаться по карьерной лестнице, то компания готова ему помочь и предоставить все возможности. Поэтому очень важно выбрать правильную специальность и вуз. Если вы хотите поступить на бюджет, гарантированно поступить на бюджет, то ваша траектория, соответственно, должна подразумевать наличие нужных профильных экзаменов. Теперь станет следующий вопрос. А куда они пойдут работать? Вот перед вами сидит реальный индустриальный партнер. Партнер в прямом смысле, который вкладывает, ну, вы видите, в социальную среду, да, соответственно, здесь, в городе. Более того, в наше образовательное учреждение вкладывают соответствующие ресурсы. Создаются новые современные лаборатории. Я вам скажу, что на сегодняшний день не только, соответственно, компания «Полиметалл» занимается этим. У нас есть соглашение и с ОАКом, это Объединенная Весторительная Корпорация, и с ОСК, и ДКК, то есть все на сегодняшний день компании заинтересованы специалистами. Все условия, которые создаются студентам, которые заходят на программы высшего образования, мягко говоря, не шикарны. У родителей накопилось немало вопросов. Какие экзамены сдавать, как заключить целевой договор, каковы будут в этом году правила поступления в ВУЗ. На них развернуты ответили представители компаний и учебных заведений. Сейчас у родителей старшеклассников вместе с детьми непростое время. Нужно определиться с экзаменами и в конечном итоге с учебным заведением и профессией. Важно, чтобы этот выбор был правильным.